Пожароопасный сезон не за горами. Для помощи регионам, в том числе и ЮГРЕМ, в предотвращении ликвидации ЧАЭС по лесным пожарам, стартовали комплексные учения парашютистов-десантников Федеральной авиалесоохраны. Из Красноярского края сюжет наших коллег. Парашютисты начнут выпрыгивать из самолета, когда он наберет высоту тысяча метров. Каждый пройдет это испытание 12 раз, несмотря на лютый сибирский мороз. На борту Ан-2 по семь бойцов лесного спецназа. Прыгают один за другим за секунды. В воздухе парашютист проводит не больше двух минут. Определить скорость ветра и область приземления успевают. Против ветра заходим, немного притормаживаем, поэтому купол плавно приземляется. Штиль, когда совсем ветра нет, не очень хорошо, потому что прикладывает. Поэтому когда 2, 3, 4 метра, это самое то. Красноярск впервые стал местом федеральных учений авиалесоохраны. Здесь инструкторы отделений из 10 регионов России. В профессии они десятки лет после аттестации вернутся домой и продолжат обучать своих специалистов. Сегодня погодка немного неожиданная, конечно. Руки мерзнут, но как бы еще привыкшие люди к экстремальным условиям. Парашютисты пожарные летят туда, где техника пройти не может. За прошлый год командой федеральной авиалесоохраны выполнили 176 перебросок. Столько же населенных пунктов в 16 регионах они спасли от стихии. Приземляются далеко не всегда на опушке. Парашютисты одевают костюмы специальные, которые защищают от попадания в лес, от ударов окроны и в случае деревьев. А в случае приводнения держат около получаса на плаву. Ну и еще вес это добавляется. 18 килограмм, еще килограмм 5. Зимние тренировки лесных пожарных – не ирония судьбы. Пока в Сибири студенный холод, в южных регионах России огонь уже под крылом лесного спецназа. Дмитрий Афанасьев, Александр Сурин. Вести Красноярск. Из Березовского района. Дмитрий Афанасьев, Александр Сурин.